Прозжиженный природный газ Французский нефтегазовый концерн «Тоталь» поставил первую партию углеродно-нейтрального сжиженного природного газа Китайской национальной офшорной нефтяной корпорации. Операция по отгрузке производилась на заводе по сжижению газа «Ихтис» в Австралии, а 29 сентября партия была доставлена в терминал Допенг, Китай. Это первая партия СПГ, выбросы углерода, которые были компенсированы по всей цепочке создания стоимости, представляет собой новый шаг в стремлении «Тоталь» поддержать своих клиентов на пути к углеродной нейтральности. Разработка проектов СПГ имеет важное значение для удовлетворения роста глобального спроса на энергию при одновременном снижении углеродоемкости потребляемых энергетических продуктов. Про альтернативное топливо из отходов Переработка различных типов отходов сегодня становится основой для зеленых бизнес-инициатив во всем мире. Особый интерес представляет топливо из отходов древесных опилок, растворителя, сточных вод и других видов. Это топливо не просто экологичнее и дешевле распространенных видов горючего, но и обладает большим энергетическим потенциалом и может конкурировать даже с углем и мазутом. Компания сообщила, что ведет разработку новой модели. Принципиально новым качеством электромобиля Mercedes будет его запас хода, позволяющий превышать показатель в 1200 км. Первыми в мире отправлять экологичный автомобиль на такую дистанцию инженеры рассчитывают не благодаря увеличению емкости аккумуляторной батареи. Этот вариант не имеет смысла, поскольку приведет к снижению производительности из-за увеличения массы, а повысив эффективность силовой установки. Другая особенность новинки, которая поможет ей преодолеть большие расстояния – аэродинамический кузов, похожий по стилю на спортивные машины. Автогигант Mercedes-Benz развивает направление электрокаров и обещает в скором будущем представить шесть новых моделей. Про «Лукойл». «Лукойл» планирует построить солнечную электростанцию в Краснодарском крае и стать участником программы господдержки возобновляемых источников энергии на розничном рынке электроэнергии. Вся произведенная электроэнергия будет поставляться территориальной сетевой организации по специальным тарифам в рамках долгосрочного договора сроком на 15 лет. Ввод электростанции позволит выработать около 3 миллионов киловатт-час в год чистой электроэнергии, что эквивалентно сокращению выбросов до полутора тысяч тонн СО2 в год. Кроме Российской Федерации, «Лукойл» также реализует крупные проекты по строительству и эксплуатации энергообъектов на основе ВИА в Болгарии и Румынии, а также рассматривает возможность участия в таких проектах в Казахстане. А в России «Лукойл» владеет четырьмя ГЭС, а также СЭС на территории Волгоградского НПЗ. Про радиоактивную воду с Фокусимы. Правительство Японии решило сбросить в море загрязненную воду с АЭС Фокусима. Это решение вызвало бурную негативную реакцию защитников природы и местных рыбаков. АЭС до сих пор выводится из эксплуатации. Эксперты отметили, что этот процесс должен занять в целом около 40 лет и предупредили, что вода на данный момент слишком опасна, чтобы сбрасывать ее в море. Сброс около 1 миллиона 23 десятых миллионов тонн воды, скорее всего, начнется к 2022 году. Перед этим будет проведена тщательная очистка воды. Многие жители уже выразили свое беспокойство, так как пострадает локальный рынок морепродуктов. Однако японские чиновники говорят, что сброс воды – это лучший курс действий. Выпуск подготовлен группой Крион.